Красноярское научное сообщество требует отправить в отставку правительство России. Законопроект, подготовленный Министерством образования о реформе Российской Академии Наук, здесь называют пощечиной. Документ, в частности, предусматривает ликвидацию Уральского, Сибирского, Дальневосточного отделений РАН, а это конец отечественной науки, считают ученые. В этой лаборатории Красноярского института физики Сибирского отделения РАН изучают наноматериалы, работают молодые ученые, в том числе из Москвы, лауреаты правительственных премий. Реформу Академии Наук они воспринимают в штыки. Они обсуждали публично и хотят принять в Думе сразу в трех чтениях. Фактически ликвидировать самостоятельность РАН. Правительство считает, что в нынешнем виде система развития фундаментальной науки неэффективна. Академия Наук должна заниматься фундаментальными исследованиями. А фундаментальные исследования, ну вот, знаете, в Европе в 17 веке было модно заниматься электростатикой. А воспользовались мы этим только, в общем-то, сейчас. И тогда они понятия не имели о том, как это понадобится. Мы сейчас тоже занимаемся такими вещами, которые на поверхности не лежат, как они могут примениться. В Красноярске шесть институтов Академии Наук и один научный центр. Реформа РАН предполагает передать их вузам и профильным министерствам. И так по всей стране. Ученые опасаются, что их начнут увольнять. Да и за отечественную науку обидно. Ведь в последние годы в основном РАН хоть как-то финансировала и поддерживала разработки. Красноярские научные сотрудники предполагают, что после реформы здания институтов уйдут под кафе, автомойки и офисы. Все решения будет принимать Москва. Причем не просто РАН, президиум РАН, а правительство. Это означает, что если правительство, например, решит, что у нас в Красноярске плохая наука, или им не захочется тратить на науку в Красноярском крае, они могут ликвидировать просто все шесть научных институтов, которые у нас есть. Критерии эффективности абсолютно непонятно, кем будут разработаны. То есть это, опять же, функция правительства. Письма с требованием прекратить, либо хотя бы обсудить реформу РАН в Кремле приходят со всей России. Из Красноярска, Новосибирска, с Урала и Дальнего Востока. Требуют немедленно отправить правительство в отставку. Для науки это серьезный удар. Нобелевский лауреат, академик Жаре Салферов госпитализирован в Санкт-Петербурге. Научные сотрудники вышли на акцию протеста в Москве. Отправить немедленно в отставку министр образования и науки Ливанова. Вместитель и председатель правительства Голодец. В случае невыполнения требований через чайного собрания организовать массовые протестные акции. Министр образования и науки Ливанов подчеркивает, что реформа Академии – это не его личное мнение, а согласованная позиция, обратного хода нет. Научные сотрудники уверены, что это приведет к очередному оттоку мозгов из России. Это все очень нелогично и кажется нам и удивительно, если мы рассматриваем все это по критерию, что действия осуществляются в интересах страны. Если взять другие критерии, то все очень логично и ничего удивительного. Например, тоже вступление в ВТО, там осуществлялось с одной стороны на стратегическом уровне, а с другой стороны исполнители были те, кому это локально выгодно, группа чиновников, чья это работа. Здесь тоже это просто с одной стороны локальные действия ради недвижимости в Москве. Заместитель председателя законодательного собрания края Валерий Семенов считает, что ученые зря боятся. Реформа направлена на развитие. Российская наука должна избавиться от старых подходов. Государство в последние годы существенно повысило зарплату ученым и финансирование изысканий. Результат не оправдал ожиданий власти. Есть такой сложившийся менталитет. Надо финансировать академиков, надо финансировать людей с именем. Даже если нет выпуска какой-то продукции научной. И вот это продолжается. И, конечно, новые направления, они глубоко даже не надо вникать, они все равно ущемлены. Правительство предлагает именно изменить эту структуру для того, чтобы наиболее эффективные разработки, они пользуются наиболее эффективной государственной поддержкой. Добавлю, в Новосибирске проходит экстренный президиум Сибирского отделения Академии наук. Туда отправился руководитель Красноярского центра РАН Василий Шабанов. Конфликт науки и власти набирает обороты. Ну а если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Сергей Кашин. Афонтово новости. Продолжение следует...